Как провести в отель тайскую подружку? Итак, в одном из тайских клубов или где-то еще ты познакомься с приветливой тайкой, которая совсем даже не против согреть тебя холодной тайской ночью. Она тебе нравится, и ты решил везти ее в свой отель. Рассмотрим особенности вопроса. Ведем тайку в отель. В подавляющем большинстве отелей Таиланда разрешено приводить гостей в свой номер, и даже оставлять их на ночь. Лишних вопросов обычно не возникает. Изучение составляет случаи, когда бюджетный на местный номер приходит потусоваться, нагруженный едой выпивкой компанией из 10 человек. И сразу скажу, про безопасность мы поговорим отдельно. А сейчас Ква расскажет про то, как провести тайскую подругу в свой номер, и потом как-то ее вывести. Далее рассказ от имени Ква. Тайка в твоем отеле. Если в Таиланде турист приведет к себе в номер европейку, никто из персонала до отеля даже не подойдет. Просто мы тоже для них на одно лицо. Белая пара, значит, живут в отеле. Все логично. А вот если ты идешь с Тайкой, обязательно подойди на суду в стойку ресепшена. Там твоя подруга оставит свой паспорт. Устроен ты для нашей безопасности и в наших же интересах. Конечно, иногда охрана отеля и сотрудник на ресепшене халтурит и забывает про ее процедуру изъятия паспорта. Кстати, даже сами Тайки не всегда знают, что от них требуется. Значит, новенькие в ночном бизнесе. Ну да, им все объяснят. Скажи ей просто, give your passport, please. Тайский сотрудник отеля попросит назвать номер твоего номера. Иногда попросит показать ключ. В этих случаях Тайка попросит заполнить анкету. Сотрудник отеля сделает копию паспорта твоей подруги, на всякий случай. Практический совет для тебя и Тайки. Важно по поводу денег. За все время с меня всего один раз потребовали оплату за то, что я привел гостью. И в том же отеле потом не приводил подруг, но оплату уже не требовали. Подозреваю, что и тогда у тайцев произошел сбой программы. В 99% случаев доплату не требуют. Более того, часто Тайку может буквально поселить в своем номере. Ходить с ней есть, пользоваться на ресурсе отеля и прочее. Полотенце всегда дается в двойном комплекте. Не забудь заранее купить воду, что-то выпить и выжевать. Придете в номер ночью, отельный ресторан уже будет закрыт. Практика показывает, что обязательно захочется еще огненной войны и съесть снова. Утром можно предложить подруге позавтракать вместе. В любом отеле завтрак включен в стоимость. Твоя подруга может поесть вместе с тобой, доплачивать за это тоже не придется. Иногда сотрудники ресторана ведут учет. Кто там пришел обед в их отель. Им достаточно показать ключ от номера. Утро с Тайкой. Когда твоя подруга, надеюсь довольны, пойдет домой, она зайдет на ресепшн за своим паспортом. Перед передачей документа сотрудник отеля позвонит тебе в номер и спросит что-то типа «Are you okay?» Если ты окей, значит твои подруги вернут паспорт и она уйдет по своим делам. А если I'm having trouble, приедет пролиция. Поэтому, когда ты выпроводил Тайку за дверь, быстро посмотри по сторонам, проверь ценные вещи. Хотя обычно проблем не бывает, но все же. Отдельно скажу про Котоев. Если привезти Тайку не проблема, то Котоев во многих отелях в принципе не пускают. Об этом на входе висят напоминания. Такой запрет характерен для отелей 3 звезды и менее. А вот в отелях 4 звезды и выше обычно можно все. Видимо предполагается, что клиент заплатил за любой сервис. В том числе и за решение возможных проблем. Не раз видел, как вместе с постояльцами Котоев буквально жил. Кстати, немцы любители этого дела. Также важный момент. Если ты не уверен, что твоя тайская знакомая совершеннолетняя, спроси ее паспорт и лично в этом убедись. Твой интерес воспринимается нормально. Заодно убедись, что твоя подружка женщина. В общем и целом, в тайских отелях нет никаких проблем провести в свой номер подругу. Все все понимают и глупых вопросов не задают. Только не забывай отмечаться на ресепшене. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин